Укрепление кадрового потенциала и наращивание материально-технической базы вузов, увеличение бюджетных мест по социально востребованным профессиям и инженерно-техническим специальностям – все это направление народной программы Партии «Единая Россия». О том, какие из мер работают в регионе, говорили участники круглого стола, депутаты парламента, представители Министерства образования и науки республики, вузов и СУЗов. Подробности у Мурата Джанкёзова. Региональный координатор партийного проекта «Новая школа Единой России» депутат парламента Татьяна Черняева открывая встречу отметила, что в ближайшие два года дополнительно будут направлены федеральные субсидии на капремонт и техническое оснащение педагогических вузов для качественной подготовки будущих учителей и увеличения бюджетных мест. Такие задачи – обеспечение равного доступа, получение высшего образования для всех – учащихся, студентов, колледжей, а также людей разного статуса, из разных населенных пунктов, чтобы каждый человек в нашей стране мог иметь доступ к высшему образованию. Также вузы будут получать гранты на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. Мы с вами видим, что у нас идет старение кадров. Идет старение кадров, нам необходимо обновить, необходим качественный состав, а для этого нужно менять методики, программы обучения в высших учебных заведениях. Мы с вами знаем, вы над этим работаете, вы знаете. По инициативе «Единой России» в федеральном бюджете предусмотрены средства и на капремонт общежитий вузов. Однако учебные заведения столкнулись с одной проблемой. Все расходы по составлению проектно-сметной документации ложатся на их хрупкие бюджетные плечи. Сегодня для того, чтобы участвовать в любых программах капитального ремонта строительства, нужна проектно-сметная документация, ПСД так называемая. К сожалению, это ложится сегодня на плечи общественных университетов, образовательных организаций. Большинство вузов не имеют такой возможности сами за свой счет разрабатывать эту документацию. Говорили также и о нехватке на рынке труда представителей инженерно-технических специальностей. Я вам приведу пример на одном из больших совещаний. Строители задают вопрос, дайте нам инженерные специальности, специалисты, инженеров-строителей. Вы знаете, какой бум у нас строительства. И в республике, и в Архизе строятся гостиницы. И, к сожалению, и строительные специальности, и сварщиков не найдешь хороших. Потому что мы их очень и очень мало выпускаем. Решению этих и других вопросов будет уделяться самое пристальное внимание. В том числе путем внесения предложений по корректировке соответствующих статей федерального законодательства.